Привет, ребята! У меня к вам сразу же вопрос. Как часто вы заказываете арт-материалы на маркетплейсах, на Wildberries или на Озоне? Что-то мне подсказывает, что довольно-таки часто. И да, маркетплейсы сейчас очень плотно вошли в нашу жизнь. Если честно, представить ее без Озончика или Wildberries очень сложно. Очень сильно эти площадки упростили нашу жизнь, ну а также, я думаю, сделали наши кошельки чуть-чуть легче. Сегодня мы с вами поговорим об арт-материалах, которые я заказала на Wildberries или на Озоне. Приятного просмотра! Это первое видео в данной рубрике. Если оно вам понравится, дайте, пожалуйста, об этом знать мне в комментариях или прожмите лайк. Тогда точно выйдет вторая часть этой рубрики, а дальше третья, четвертая и так далее, потому что заказываю я арт-материалы на маркетплейсах довольно-таки часто. Давайте начнем, и я думаю, вы уже видите, что первое привлекло мое и ваше внимание. Это сухая акварель с озон под названием Fractal Paint. Сам производитель не конкретизирует эту краску, как сухую акварель, просто пишет сухая краска и применение достаточно широкое на ходе для этой краски. Вы просто посмотрите, ее даже можно добавлять другие краски, делая их таким образом блестящими. Я заказала 4 оттенка, заплатила я за них 270 рублей за одну баночку. Как мне кажется, это довольно-таки небюджетно. Ожидала я, если честно, что это просто спрессованный блестящий пигмент, абсолютно без оттенка, хотя выкраски очень даже обещающие, я бы даже сказала много обещающие. Вы посмотрите, как красиво краска выглядит в карточке товара, ну просто невероятно. Краска не только блестит, а также имеет свой оттенок и как будто бы даже распадается, гранулирует на несколько цветов. Это мы сейчас с вами и проверим. Я заказала 4 оттенка. Конечно же, золотой под невероятно красивым названием «Золотая пустыня». Это, знаете, такой стандарт. При выкраске мне, конечно, показалось, что он немножечко желтит, даже оранжевит и чем-то напоминает оттенок йода, но я просто невероятно удивилась насыщенности этой краски. Она действительно очень яркая, действительно имеет пигмент. Не распадается, конечно, волшебным образом, как на промо-фотографиях, но выглядит, как мне кажется, довольно-таки достойно. Следующий оттенок называется «Соленое море». Очень красивые маркетинговые названия, конечно же. Мне очень понравилось, как он выглядит на крышечке. Вообще, это один из моих любимых оттенков. Такой бирюзово-зеленый или же мятный цвет. Я очень сильно его люблю. Конечно, это не имеет ничего общего с тем, как краска выглядит на бумаге. Если первый оттеночек был у нас йодом, то это зеленка. Так что, если у вас ветрянка, я думаю, этот цвет идеально для вас подойдет. Тем не менее, стоит сказать, что он насыщенный. Блески в составе все-таки имеются. Следующий оттенок «Фуксия» ярко, просто вровиглазно-розовый, напоминающий мою любимую оперу или какую-нибудь невероятно яркую мадженту. Это, кажется, единственный оттенок, который действительно похож на цвет на колпачке краски. Следующий невероятный оттенок с не менее невероятным названием. Вы просто послушайте просторы вселенной. Предполагается, что это глубокий синий оттенок с золотым блеском. Но на выходе мы получаем такой фиолетово-розовый, не настолько глубокий и насыщенный цвет, который просто явно отличается от оттенка на колпачке. Ну, вы просто сравните это совершенно два разных цвета. Честно, я ничего от этих красок не ожидала, абсолютно. В процессе выкраски они знатно потрепали у меня нервы, потому что блески разлетались, рассыпывались просто абсолютно везде. У меня весь стол был в этих блесках. Все кисточки, вся вода, а в дальнейшем несколько недель еще и раковина была ослепительного блеска. Просто невероятно. Если честно, я не знаю, зачем нужны такие мучения перед выкраской краски и перед рисованием. Это, правда, нелегко. Это, правда, довольно-таки сложно аккуратно взять эту краску на палитру, выкрасить ее. Производитель, конечно, пишет о том, что вы можете прям сухой порошок бахать на лист бумаги и потом добавлять воды. Можно рисовать вот таким образом, да. Но мне искренне непонятно, зачем такие танцы с бубном и, как мне кажется, в ежедневном рисовании подобные краски использовать невозможно. Это просто базово неудобно. Так, побаловаться, порисовать ими что-то, да и просто иметь в коллекции такую забавную сухую красочку, мне кажется, прикольно. По цене эти краски не слишком бюджетные, но не слишком дорогие. Я, если честно, не знаю, куда, в какую категорию отнести эти краски. Я не знаю, насколько этого сухого порошка хватит. Это, кстати, очень интересный вопрос. По сути, сколько ты возьмешь, да, в ячейку палитры и добавишь воды, столько и растворится, столько и краски ты сможешь использовать за раз. Если она закончится, придется снова лезть в баночку, доставать оттуда этот порошочек, разводить его. Короче, это не моя эстетика. И пока я выкрашивала, я почувствовала себя каким-то Хайзенбергом. К моему удивлению, эти оттенки отлично смешиваются. И обратите, пожалуйста, внимание, у меня получилось, смешав эти оттенки, получить тот самый цвет с крышечки простора Вселенной, вот этот вот невероятно темно-насыщенный, синий с золотым блеском, выглядит очень красиво. Честно, я не ожидала. И фиолетовые получили симпатичные, и оливковый оттенок, на мой взгляд, получился очень даже интересным. Но я думаю, загвоздка этих красок кроется в том, что это не пигменты акварельные, это какие-то не очень дорогие красители, которые тем не менее яркие, насыщенные, но очень быстро убегут с вашей бумаги, поэтому использовать их в работах, которые вы рисуете на заказ, наверное, не представляется возможным. В общем, от себя хочу в конце так подытожить и добавить. Это был довольно-таки интересный опыт. Если бы у меня не было YouTube-канала, наверное, я бы себе не купила эти краски, не попробовала их. Ну, а так, очень было приятно их повыкрашивать. Действительно, когда добавляешь капельку воды, и появляется такая невероятная магия на палитре, выглядит это прикольно. Буду ли я этим рисовать дальше? Наверное, нет. Следующая покупка уже с маркетплейса Wildberries, и это тушь и чернила от бренда Malevich. Я уверена, что все вы, ребята, слышали и видели просто какое невероятное количество Malevich'ины выпускали новой туши и чернил просто на любой вкус. Есть и распадающиеся, есть и с блесками, есть и даже ароматизированные, суперпигментированные, и по оттенкам их очень и очень много. Я бы хотела попробовать, наверное, максимальное количество линеек, но так получилось, что у меня есть только две. Бюджет, как вы понимаете, все-таки ограничен. И у нас с вами красавица распадающаяся медузка. В баночке она почему-то выглядит прям болотно-зеленой, а на деле это фиолетовая тушь, которая распадается на голубой и розовый. Как по мне, это самый, наверное, универсальный вариант и самое приятное цветовое сочетание. Вторая баночка, это уже не тушь, это чернила с таким сказочным названием «Приворотное зелье». Вообще, названия у Malevich'и в этой линейке интересны. Некоторые очень красивые, такие прям литературные, но к некоторым у меня есть вопросы. «Приворотное зелье» у нас – это красные чернила, которые в своем составе имеют блески и распадаются на зеленый оттенок. Мне вот именно это сочетание красного и зеленого привлекло, ну и, конечно, наличие золотого блеска. И хочу предостеречь таких же людей, как я, не очень аккуратных. Чернила очень сильно пигментированы, они буквально окрашивают все. Я после рисования этими чернилами хожу две недели с розовыми руками. Также, если вы рисуете кисточкой, я не рекомендую брать какую-то вашу любимую кисть при рисовании чернилами или дорогую кисть, потому что отмываются кисти довольно-таки сложно. Чернила эти, повторюсь, очень пигменные. И в заключении хочу с вами поговорить о не менее полезной, на самом деле, покупке об очаровательном наборе кисточек от бренда Химми Мия. Покупала я их на Wildberries, и обошлись они мне в 260 рублей, что, как мне кажется, очень даже бюджетно за небольшой набор кистей. Одна кисточка выходит в 86 рублей. Сейчас этот набор стоит 304 рубля, в принципе, 100 рублей за кисточку все еще в нашем мире, к сожалению, считается бюджетно. В наборе у нас две плоские кисточки, одна квадратная, другая закругленная и очень остренькая круглая кисть. Все кисти небольшого диаметра. На этом я прям хочу отдельно остановиться, предупредить. Если вы рисуете небольшие работы или вам, возможно, нужны кисточки в поездку, с собой в пенальчик положить, чтобы они не были большими, и это прям хороший, идеальный вариант. Хочу также отметить дизайн Химми, в последнее время он мне невероятно нравится, и даже вот такой небольшой наборчик выглядит очень хорошо. Упаковка этих кисточек очень стильная, сами они стильные, и их ручка, я выбрала своего любимого оттенка, но также вы можете выбрать другой вариант цветовой. На выбор кисточки есть в четырех цветах, розовый, голубой, желтый и вот такой зеленый мятный, как у меня. Лежат они в руке очень приятно, пластик такой матовый, достаточно комфортно ими рисовать. Сам ворс кисточек это белая упругая синтетика, ими комфортно рисовать как акварелью, так и, например, акриловыми красками. Когда я рисовала акрилом, мне было им комфортно рисовать упругой синтетикой. Вы меня спросите, что по поводу качества? Как видите, я рисую им прямо сейчас, скетчбуки, реквестик для моей зрительницы. И, кстати, эти кисточки мне тоже посоветовала моя зрительница. Другая моя зрительница, спасибо ей большое. Сами кисточки качественные, недорогие, но случился небольшой казус. Та кисть, которая плоская, закругленная, у нее достаточно сильно разболтана была обойма. Это на самом деле прям бич дешевых кисточек, даже с хорошим ворсом. Это вот неплотное прилегание обоймы к деревянной ручке, за чего рисовать некомфортно. И я могу предположить, что эти кисточки довольно-таки быстро, к сожалению, у вас разболтаются. Больше всего мне, разумеется, понравилась остренькая, небольшая круглая кисточка. Она прям замечательная, ей очень удобно даже лайнить работы. У меня к ней абсолютно никаких нареканий нет. Я вот ей рисую уже, наверное, недельки-две, и пока она у меня, кстати, не разболталась, она у меня живая. Еще такой минус, но он, наверное, касается всех кисточек с белой синтетикой. Она окрашивается, да, и рано или поздно вот эта вот белая, девственная, нежная кисточка превратится в серо-буро-малиновую. Но, к сожалению, это бич всех кисточек с белой синтетикой. Вот такой вот получился ролик. Обязательно делитесь вашим мнением по поводу арт-материала в комментариях. Переходите в мой телеграм-канал, там мы обычно заранее обсуждаем арт-материалы, на которые будет обзор. А также вы можете там предложить, на что бы вы хотели посмотреть ролик с того же Вайлдберрис или Сазон. Всем огромное спасибо за просмотр, ребята. Всем желаю удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok